МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь любимая работа и трудолюбивые ученики – ее награда. С детьми работать настолько увлекательно, настолько интересно. Самое главное – ты видишь, как они достигают чего-то. И вот это контакт, взаимопонимание, вот это внимание, как тебя слушают – это, конечно, дорогого стоит. Бадминтон – очень техничный вид спорта. Задача игроков – приземлить валан на стороне соперника. И наоборот – сделать все, чтобы он не упал на собственное поле. Быстрота реакции, внимание, точность расчета – все это пригодится не только в спорте. При правильном подходе и мудром наставничестве тренера польза бадминтона очевидна. Сейчас мы занимаемся с начинающими спортсменами пластиковым валаном. А вообще есть перевой валан. А сила полета и свойства полета совсем другое у перевых валанов. На улице сила ветра, поэтому это как бы зальный вид спорта. Поэтому много нюансов. Но бадминтон развивает и скорость, и мышление, и ловкость, и координацию. В общем, очень гармоничное развитие в бадминтоне. Ваня пришел на занятия совсем недавно. Тренируется усердно. Бадминтон ему очень нравится. На вопрос, каким должен быть тренер, отвечает не по-детски рассудительно. Веселым. Веселым? Ну, иногда можно строгим. Но иногда быть. Ну, чтоб вдруг кто-то не слышит, ну, не слушается. Вот тогда можно строгим быть. Жанна Костромцова уверена, ее задача как тренера – привить любовь к спорту и развить физические данные каждого ребенка, независимо от того, выберет он в будущем спорт или нет. Рамина Ашмарина разделяет мнение старшей коллеги. Дети, они уникальны. Ими всегда нужно заниматься, всегда нужно искать какие-то сильные стороны. И я считаю, что у каждого ребенка есть талант. Просто его нужно вовремя увидеть и помочь ему вовремя это развить. Бадминтоном занимается с 9 лет. Амбиции и усердия дали свои результаты. В 13 лет стала семикратной чемпионкой России, чемпионкой Европы и мастером спорта. А потом серьезная травма. Признается, опустились руки. Обиду на бадминтон решила побороть вместе с детьми. Так начался путь тренера. С помощью детей я взглянула на этот вид спорта совсем другими глазами. Конечно, захотелось снова ощутить этот спектр эмоций. Разговоры только о бадминтоне. У Рамины почти тренерская династия. Супруг тоже ей подстать. О своих первых учителях в спорте вспоминает со слезами на глазах. Мой тренер, которого я тренировалась в Уфе, начинала. Он этим жил. Он прожил до 83 лет. Он до последнего своего дня был в спорте. Не только в бадминтоне. Он этим жил. Тренер, которому я перешла в Москве, у него нету своих детей. Его детьми были мы. Вика – первоклассница. В спортшколу пришла вслед за сестрой. Занимается уже год. После уроков бежит на занятия. Ведь они только в радость. Подача нравится. Жонглировать нравится. Подавать. Отбивать нравится. В отделении бадминтона спортшколы Одинцова работают настоящие профессионалы. Свои амбиции и спортивный азарт они превращают в медали и кубки. Влюбленные в профессию и детей. И последние отвечают им взаимностью. Татьяна Верняковская, Олег Мещерский. Телекомпания Одинцова. Егор вместе с хоккейной командой спортивной школы Одинцова готовится к новому сезону. За его плечами уже победы на первенстве Московской области и Москвы. А все началось 8 лет назад, когда по воле случая он связал свою жизнь со спортом. Мы на мой день рождения с родителями просто гуляли. Зашли в Ледовый дворец. Мне предложили заниматься хоккеем. Разминка, тренировка на технику владения шайбой и оттачивание профессионального мастерства. На занятия ребята приходят каждый день. Сейчас к подготовке на льду приступили 305 спортсменов от 7 до 18 лет. В прошлом сезоне Одинцовские хоккеисты показали хорошие результаты. Избавлять темп не собираются. Мы участвовали в двух соревнованиях. Это на Москву в третьей группе и на область. На Москву в третьей группе мы заняли второе место и вышли в переходный турнир, где смогли одолеть команду «Снежные барсы» и выйти во вторую группу. И вот сейчас мы готовимся уже непосредственно к участию на Москве во второй группе. Армада сразится с командой из Балашихи уже 2 сентября. Хоккеисты уверены, что вернутся с победой. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Мария Домбровская играет в волейбол уже два года. Эти соревнования у нее не первые. Ученица гимназии «Святители» Василия Великого трижды занимала первые места на школьных состязаниях. Волейбол мне нравится тем, что это командный спорт. И именно благодаря тому, что команда сплоченная, получаются хорошие результаты. Роль Марии в команде переоценить сложно. Она пасующий или связующий игрок. В волейболе каждый розыгрыш должен быть выполнен максимум через три касания. Первый прием мяча – последний удар на сторону соперника. Второе касание связывает атаку и защиту и создает условия для хорошего удара. За это как раз отвечает в команде Мария. В отличие от других игроков, она участвует в каждом розыгрыше. Поэтому ее амплуа считается в волейболе самым сложным. Очень разновидные расстановки. И нужно понимать, куда бежать и что делать. В соревнованиях принимают участие 16 школьных команд. 15 из Одинцовского округа и одна из Власихи. Нововведение этого года – кураторы. Шефство над школьниками взяли игроки профессиональной команды «Заречье Одинцова». Кто какую школу будет курировать, решили с помощью жеребьевки. У игроков профессиональных команд достаточно большая загрузка по времени. Но где-то помочь советам, что-то подсказать, помочь, поддержать эмоциональный фон команды – это тоже очень важная составляющая игры. Курировать школьников в новинку и для профессиональных волейболисток. Они планируют проводить мастер-классы, общаться с подопечными и, главное, поддерживать интерес к волейболу. Это очень интересная для нас идея, это что-то новое. Хочется себя попробовать конкретно в кураторстве, в тренерстве и помочь популяризировать наш вид спорта. Соревнования продлятся полгода с октября по апрель. За это время все команды сыграют друг с другом. Встречи будут проходить раз в три недели. Роман Попов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Михаил в футболе с четырех лет. Сначала играл с отцом, позже решил перейти на профессиональный уровень. В первой спортшколе сразу показал свое упорство и стремление. Ну а во второй стал капитаном команды. Потом перешел в спортивную школу «Одинцова». Мне здесь очень понравилось, я завела много друзей. И мы выиграли очень много кубков. Три тренировки в неделю и одна игра. Такое расписание у футболистов 2013 года рождения. В осеннее время они тоже не отдыхают, а занимаются в теплом манеже. На поле с искусственной травой спортсмены оттачивают тактику и удары. В юном возрасте футболистам важно дать как можно больше работы над техникой, потому что она закладывается именно в этом возрасте, на начальном этапе подготовки. Отрабатываем прием, передача. Недавно ребята стали серебряными призерами на первенстве Московской области. Но на этом останавливаться не собираются. Футболисты уже начали готовиться к следующему сезону. Он стартует в мае. Равнение на флаг звучит гимн России, Нарофоминск, Мытища, Королев, Истра, Равенска, Одинцова. Новички и уже опытные спортсмены. Открытый турнир для тех, чьи способности превосходят возможности. Был приурочен ко Дню Народного Единства. Сегодня очень необычный у нас турнир. Почему необычный? Потому что к нам присоединились еще две команды. Команда Доброго дома из Звенигорода и команда из военного санатория Звенигородский. Команду составляют ребята, участники СВО, которые проходят реабилитацию после тяжелых ранений. Тяжелое ранение получил в марте этого года. Руки не опустил, скорее наоборот. Характер у Николая боевой. Есть в кого. Дед ветеран Великой Отечественной войны. Внук пошел по его стопам. После армии остался служить по контракту. С 22 года участвовал в специальной военной операции. Сейчас он член команды «Сильный духом» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участвует во всех спортивных соревнованиях. Уходит только с победами. Приезжали 31 августа в Звенигород. Я там как раз был и забрал первое место по метанию шаров теннисных в кольцо. И первое место забрал только так. А сегодня ты в чем будешь соревноваться? Сегодня в дартс, метание кольцо, баскетбол, гири и штанга. Семь спортивных дисциплин. Волейбол, кульбута, дартс, метание теннисного мяча и не только. Для тяжелоатлетов русский жим и гирьевой спорт. Зачет как в командном, так и в личном первенстве. В соревнования судят профессионалы. А значит поблажек не будет. Мы оперируем нормами правил по данному виду спорта. То есть все судьи калифицирные, прошедшие большую, огромную подготовку, которые принимали судейство в чемпионатах России, Москвы, этапах Кубка мира. То есть у нас весь штат калифицирных судей. По всем видам спорта одинцовцы оказались в тройке сильнейших. Впрочем, лидерство на этих соревнованиях не главное. Ведь каждый из участников уже одержал самую важную в своей жизни победу. Победу над собой. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.